Итак, это простая инструкция для тех, кто еще не сталкивался, не работал в программе Zoom, платформа для видеоконференций. Что нужно делать? Прежде всего, когда вы получаете ссылку для доступа к видеоконференции, вам необходимо, естественно, ее запустить. То есть вы просто копируете и вставляете ссылку в адресную строку и попадаете вот на эту страницу. Здесь вы пишете свое имя. Пусть это будет Николай. Вводите капчу. И входите в конференцию. Если вы видите такую надпись, это означает, что вы попали в комнату ожидания. Преподаватель вас видит и он вас, естественно, принимает. Когда вы попадаете в конференцию, здесь уже можно общаться с педагогом, либо с другими участниками. Вот в этой вкладочке вы можете их выбрать. Вы можете, если вам позволит преподаватель демонстрировать свой экран, возможно, это понадобится для каких-то занятий. Вы можете воспользоваться чатом. В чате вы можете отвечать на вопросы педагога, например. Либо писать какие-то ответы на том языке, который вы изучаете. Также есть кнопки управления звуком и видео. Вы можете включать или отключать видео и звук, соответственно. Здесь у вас информация о конференции, идентификатор конференции, организатор конференции, пароль конференции, ссылка для входа в конференцию. То есть вы можете скопировать и поделиться, например, со своим другом. И также есть ваш индивидуальный номер участника конференции. Также вот здесь есть кнопка «Прикласить кого-либо для участия в конференции». В принципе, дублируют вот эту кнопку. И также вы можете поднять руку, если вы хотите что-то сказать. Тогда преподаватель видит вашу руку поднятой. Такой значок. Также ее можете опустить. Еще одна функция. В чате вы можете отправлять сообщение либо всем, либо только организатору. В этом случае ваше сообщение увидит только организатор конференции. И по окончании конференции вы можете ее покинуть. Все достаточно просто. Никаких проблем с входом, с регистрацией возникнуть не должно. Если же вы хотите воспользоваться полным функционалом Zoom, в этом случае вам нужно скачать клиент для конференции. Вот здесь он находится, в подвале официального сайта Zoom. Нажимаете вот на эту ссылочку «Клиент для конференции». И вам нужен клиент для Zoom конференции. Вот этот самый-самый верхний первый. Сейчас это версия 5.1.1, но возможно вот этот номер будет другой. Потому что Zoom достаточно часто обновляется. Нажимаете кнопку «Загрузить», запускаете, как обычный файл. И в следующий раз вы можете заходить уже непосредственно из клиента. В этом случае у вас будет немножечко больше органов управления конференцией. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!